Я хочу вам напомнить, что 24 ноября, несколько дней назад, 14 организаций, в том числе и в первую очередь хочу отметить Совет Старейшей Республики Абхазия, самая уважаемая организация в нашей стране, Союз Интеллигенции и ряд общественных и политических организаций, подписали обращение на имя спикера парламента Лаша Нукзарыча Ашуба. Это обращение было направлено на то, чтобы парламент все-таки провел сессию и рассмотрел данное соглашение. Естественно, наша позиция понятна. Это соглашение должно быть не ратифицировано. Мы понимаем, что и у большинства депутатов аналогичное мнение. То есть, если говорить простым языком, история с этим соглашением должна быть закончена. Сегодня политический кризис. Триггером стал именно вот это соглашение, которое никак не могли понять, что это не может быть полезным для страны, для нашего народа в целом. На фоне всех этих политических событий президент ушел в отставку. Но вопрос остался открытым. И мы не можем постоянно его держать в закромах наших. Тем более, ни президент перед уходом не отозвал, ни нынешний руководитель его как бы не отзывает. Потому нам в любом случае, как парламенту, придется принимать решение по этому соглашению. В связи с этим, вчера было подготовлено письмо обращения к спикеру парламенту, Лашу Нагзаровичу, где подписало на вчерашний день уже 18 человек. Ну, еще трое по тем или иным причинам отсутствуют в Абхазии. Но мы их мнение знаем. Они сегодня депутатов, да, тех, кто отсутствует. Где-то в пределах, ну, будет это письмо дополнено, может быть, до 21 человек. Но нам и 18 хватает для, значит, инициирования, неочередной сессии. Для этого, то есть, хватает 12 человек. Но у нас даже уже абсолютно, то есть, простое большинство тоже есть. Так что мы сегодня эту бумагу будем официально регистрировать и отправлять спикеру. Мы хотели бы, чтобы наши граждане знали, в этом письме датировано 3 декабря, то бишь, это получается во вторник. То есть, наша просьба, чтобы провели внеочередную сессию. Правда, по, значит, по время проведения или дня проведения может корректировать сам спикер. Может быть, это или в понедельник, или в вторник, но не позднее вторника, наверняка, решение будет принято. Но предварительно мы на вторник планируем внеочередную сессию. С этим соглашением надо заканчивать. И заканчивать, как тоже мы знаем, то есть, его не принимаем. Мы так уже, как бы, обговорили. 35 депутатов, ну, одно и то же могут по-разному, да, сказать. Вот для меня было показательно. Последнее слово взял Адвур Афетович. Адвур Афетович, ну, мы все его хорошо знаем, он большой патриот страны, очень мудрёный человек, мудрый. Ну, мразный, когда мнение появилось, он сказал, друзья, мы что, не знали, куда мы выбираемся, что это парламент, что это народно избранные люди мы здесь. Мы как раз и должны решать судьбу страны. И надо этого стесняться и бояться. Если мы сюда избраны, мы должны на себя ответственность брать. Раз этот документ остался уже в стенах парламента, мы должны его и закончить. То есть, вот это последние его слова были. И не надо бояться брать на себя ответственность. Этот парламент поможет, неважно, кто изберётся, да, станет президентом. Во-первых, ему будет легче. Этот груз ответственности мы с него снимаем. Кто бы ни избрался, он должен это понимать, что парламент на себя огромную ответственность взял. То есть, завтра на встречах на высшем уровне с Российской Федерацией ему тоже будет легче с чистого листа внести разговор по наболевшим темам или иметь какой-то груз ответственности, который невозможно осуществить. Наверное, есть разница. Зигих зыхан, хак-куда абрия, аз тара, агпапа аргыларуб и аанагу, из бандзарас, ира айпушахатра, яқа, ус иянхар, айвлар хамч зиги баша ицот азыхан, Убри айпушахатра яхея пыхра зухан, а депутатша и пушахатны рапжирты и роб. Убра, убри ганахялай так, алху ицарах схынарханис ферцистаху, депутатша, шерадша жан. Абри айпушахатра ущта, а цукутап цветупха, и нашга бри ахуанагара. Убри айпушахатра ущта, а цукутап цветупха, и нашга бри ахуанагара. Сейчас мы стоим перед тем, чтобы на самом деле этот вопрос закрыть. И есть такое мнение, что неважно, кто бы ни был во главе государства, вот такого рода вопросы, они не должны быть на повестке в Абхазии. Поэтому мы сегодня с такой инициативой выходили относительно того, чтобы закрыть этот вопрос. Депутаты, как до этого говорил Канн Валерьевич, поддержали. Соответственно, будет, если сессия проведена, будем надеяться на то, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда. Мы очень рассчитываем, что спикер парламента услышит народ, услышит своих коллег, и в начале следующей недели будет назначена дата вне очередной сессии парламента, где будет рассмотрен вопрос данного инвестиционного соглашения. Понятно, наша позиция, она известна. Мы против ратификации этого соглашения. Мы рассчитываем, что депутаты парламента в большинстве своем поддержат эту позицию. Хочу сказать, что мы выступаем против этого соглашения, не потому, что мы антироссийские или антикакие-то. Мы любим свою родину, мы любим свою Абхазию. И я хочу отметить, что данное соглашение прямо нарушает соглашение, подписанное до этого. Это соглашение от 2008 года, базовое соглашение от 2014 года. И если говорить конкретно про инвестиции, есть соглашение о защите и поощрении инвестиций между Абхазией и Россией от 2009 года. А это соглашение, вот этот новый проект соглашения, оно прямо противоречит соглашению от 2009 года. То есть речь о чем идет? Что режим для иностранных инвесторов не может быть лучше, чем режим для внутреннего предпринимателя. То соглашение, которое нам предлагали, предполагает наиболее благоприятный режим для определенного крупного капитала извне, где они не будут платить косвенные налоги, им предоставляется в первоочередном режиме земельные участки, подключение к инфраструктуре и так далее. Таких условий нет у наших предпринимателей. Вот почему мы выступаем против этого соглашения.